Слушайте ток-шоу радио Крымреалии на средних волнах на частоте 549 АМ, каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 ФМ круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Прямой эфир Тема дня В Симферополе вечером 6 декабря, несмотря на ухудшение погодных условий, рабочие продолжали работу по ремонту дорожного покрытия. Ремонт дорог производится одновременно на нескольких улицах города, в том числе и в центре Симферополя. При этом на некоторых из них рабочие укладывают асфальт, несмотря на начавшийся мокрый снег и температуру около нуля градусов. Что это такое? Глупость или предательство? Узнаем прямо сейчас. Крым в центре внимания На прошлой неделе временно исполняющая полномочия главы российской администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что прием работ по капитальному ремонту дорог будет происходить с 10 по 20 декабря. По ее словам, строительство ведется в соответствии с графиком, подготовленным подрядчиками. Также она рассказала местным журналистам о состоянии дорог в крымской столице. Давайте ее послушаем. На сегодня у нас практически на 85% выполнены работы по всем дорогам. Оцениваю по-разному, потому что по-разному готовность на сегодняшний день определена, по-разному работают подрядчики, есть проблемные объекты. Мы реагируем на то, что говорят люди и хочется завершить все так, чтобы людям было удобно, чтобы это было сделано профессионально. На эту минуту у вас нет риска отставания, то есть вы идете по графику, все нормально? Нет, нет. Если не будет каких-то шквальных дождей, что остановит, я могу во влажную погоду уложить там порядка, без проблем. Это была временно исполняющая полномочия главы администрации Симферополя Наталья Маленко. А с нами на связи Степан Кискин, депутат Симферопольского городского совета Крыма. Степан, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно считается, что дороги на Руси это одна из фундаментальнейших проблем, можно даже сказать экзистенциальных проблем всего этого восточноевропейского пространства. И вот теперь местные жители жалуются и журналисты показывают, что вот в Крыму 0 градусов, кое-где мокрый снег, а рабочие все равно укладывают асфальт. Вот по вашему мнению, сначала по вашей оценке за последние, скажем, грубо говоря, 5 лет, ситуация с ремонтом дорог, с дорогами в целом в Симферополе, она улучшилась, она ухудшилась, она осталась без изменений? Ну вот смотрите, в последний год, я смотрю, взялись за дороги по-серьезному у нас в Симферополе. Почему? Потому что почти полгорода, везде асфальтируются дороги, меняются старые покрытия, устанавливаются новые, расширяются дороги. То есть взялись по-серьезам, конечно. Другое дело, что при Лукасове, ну нельзя было делать все сразу, надо было как-то частично, частями делать, а, как говорится, хапнули весь город, и теперь весь город стоит в пробках. Вот это, конечно, делать не надо было. А можете ли вы предположить, почему так происходит? Почему вместо того, чтобы делать постепенно, делают все вместе, и почему вместо того, чтобы растянуть на год ремонт, дел, ну там продолжают, продолжают в декабре под снегом? Ну, у нас, знаете, как привыкли, любая власть, у нас как ферментчики. Они все хотят проглотить сразу, почему? Потому что не надеются на долгую перспективу. Приходят на год-два и уходят. А и поэтому стараются все сразу сделать, все сразу хапнуть, все сразу заработать. Так не бывает. И это приводит к тому, что они приходят не надолго. Вот если бы они работали постоянно, и тогда были бы другие результаты. Ну, смотрите, вы же все-таки являетесь депутатом Симферопольского городского совета. Есть ли у вас конкретные предложения? Может быть, вы проводили какие-нибудь решения через городской совет? Как улучшить ситуацию с дорогами? Или это проблема, которая находится исключительно в виде неисполнительной власти? Ну, конечно, в принципе, это находится в виде неисполнительной власти. Сумферопольского власти должна планировать заранее, рассматривать, где, как, какие узкие места. И там, значит, это дело все делать. Депутаты, они предлагают им, но все равно деньги держат сто. И деньгами управляет администрацией. И они планируют. И это их задача. Они исполнительной власти. Они призваны этим заниматься. Поэтому я считаю, что на будущее, конечно, на будущее, надо планировать заранее. А не так, как вот все сразу, одним, все гаммозом. Так не делается. И это вот приводит к таким вот сбоям. И последний к вам вопрос. Можете ли вы оценить приблизительно, когда основная масса этих самых дорог будет отремонтирована? Или это процесс, который никогда не закончится? Нет. Почему? Я думаю, что до Нового года основная масса дорог будет отремонтирована. Почему? Потому что деньги выделяются на год. Их надо освоить по окончании года, по-любому. Поэтому вот сейчас такая спешка идет. Если бы это было бы планомерно, было бы нормально. А так теперь приходится стесыть. Это, конечно, все, получается, отзывы от предыдущего власти, от Лукасова остались. Маленке приходится разлюбить то, что наворотил Лукасов. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, до конца года они центральные улицы сделают, конечно. Но в дальнейшем надо аккуратненько к этому делу подходить. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Степан Кискин, депутат Симферопольского городского совета Крыма. А с нами на связи Сергей Акимов, крымский активист, атаман крымского казачества, организатор обманутого Крыма. Сергей, здравствуйте. Ну, добрый день. Я думаю, что встретится будет и Маленка то же самое. Потом со временем говорили, что с Маленком то же самое что-то делали. А лично мое мнение какое. Да, сейчас на данный момент делаются дороги. Ну, то же самое, я считаю, было и при Украине. Но я еще считаю так. На данный момент то, что делаются у нас дороги, народ, скажем так, люди, недовольны всем, что делается. Просто одна часть уже понимает, что эти дороги будут делаться, но в конце концов к этому ничего не приведет. Потому что мы уже видели и знаем, у нас уже как бы по улицам, не по таким, конечно, центральным улицам, а немножко по другим улицам города делалось, по менее большим. И на следующий день мы видим, что прошло даже уже еще не больше трех лет, но там уже есть проблемы. И люки кое-где провалились. Ну, проблемы с этими дорогами. А другая часть людей говорит так. Ну, да, сейчас неудобно, нам плохо ездить, брякки здесь и все остальное. Но это же делается. Но они тоже в душе понимают, что как это после разговора с ними, они понимают, что да, как бы хорошо будет или не будет, непонятно. На данный момент что мы получили? Мы получили, что зеленое ограждение, то есть и деревья, были вырублены у нас. Понимаете? А это уже самое плохое, что курортный город, курорт, столица, и она будет не зеленая. Потом после этого что у нас еще было? У нас, ну, где-то, я так думаю, что последний, даже полгода еще не прошло, когда поставили ограждение, то есть заборы над дорогой, как пешеходно, чтобы пешеходно не перебегали. Эти все ограждения сейчас по году убрали полностью. То есть деньги до этого какие уложили, до конца, в принципе, не сделали и опять их поломали. Понимаете? Для чего это делать, непонятно. Будет ли ограждение, не будет, непонятно. Скорее всего, будет. Скорее всего, будет, потому что поставят. Опять уходят деньги. Конечно, понятно, что можно сказать. Это была другая власть. Мы этого ничего не знаем. Но на данный момент, я думаю, это так происходит. То, что там спешать, это понятно. Списать деньги, если же, по концу года. Я думаю, что это как есть такое понятие в армии. Дембельский аккорд. Это просто чей-то дембельский аккорд. В том плане, что деньги выделить, деньги надо списать. Ну, а по качеству, так как по опыту, как бы ничего хорошего нет. Не делаются, да. Вот просто опять делаются. Ну, делаются навсегда. Кожан-то люди, как бы, знаете, как, до этого не обращали внимание, как говорят. Вот, смотрите, все делается, все хорошо, все замечательно. Ну, качество, опять же, фильмы какие у нас пришли. Не, скажем так, с одной фирмы места нет. То СИП, автобанка из Сибири. То вообще какие-то гастробайтеры непонятные. С кого потом спрашивать, тоже непонятно. Кто в Питере этого делал, насколько я знаю. Ну, как, смотрите, как с кого спрашивать. Тут же у нас все-таки есть исполнительная власть в городе Симферополя. Пусть она там представлена временно исполняющим обязанностей. У нас есть Симферопольский горсовет, который точно так же имеет там свою компетенцию, имеет комитет, который должен отвечать за благоустройство города. Почему местные жители не спрашивают? Или местные жители спрашивают с симферопольских органов власти за качество дорог? А мы просто об этом не знаем. самым дорогам, понимаете? Я вот за что имею в виду. То есть оно как бы есть на парке, без бедюра. А де-факто этого нет. Спросить нет кого. Все. Был человек, нет человека. Вот к чему говорю. И последний к вам вопрос. Мы знаем, что в последние несколько лет в Крыму довольно значительно выросло число автомобилей, которые завозятся с территории, ну, с территории российских регионов, где цены на них были, ну, вернее, теперь стали ниже, чем были, скажем, на территории Украины. Все-таки российский автопром есть побольше. И поэтому Симферополь часто становился в пробках. Вот насколько сейчас, вот последние там, может быть, полгода, ситуация с пробками улучшилась, ухудшилась, изменилась? И поможет ли ремонт дорог разрешить проблему с пробками? Или пробки это уже навсегда? По поводу пробок они будут, естественно, однозначно. Потому что, не забывайте, в России 147 миллионов человек живет. Понимаете? Даже если один процент приедет, один процент, а он уже, я так думаю, что уже, наверное, есть в Крыму. Не в Симферополе именно, а в Крыму. В Симферополе в том числе. И, естественно, а по поводу, просто делать дороги, ну, кое-где может быть разгрузится, но нет. Это уже будет постоянно пробки. Не только в Симферополе, но вы приедете летом в Алушту или в Ялту, или в другие курорты города. И посмотрите. Это уже не курорт. Это просто какая-то автостоянка. То есть множество машин и всего остального. И я думаю, что в течение трех-пяти лет только будет возрастать однозначно. Однозначно. И если какие-то нерасечасные примут наши власти, то для Крыма это будет очень последствия, очень серьезные. Понимаете? Это уже не курорт. А по поводу, просто, будет всегда уже. Всегда. Никогда они не прекратятся. Что хочет они делать, хочет что будет делать. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Акимов, крымский активист, атамант крымского казачества и организатор обманутого Крыма. Это радио Крымреалий. И звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-10-06-926, если вы на полуострове. И 044-490-31-18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер. На радио Крымреалий. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крымреалий. Руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя Сергей Дудченко рассказывает, что после отставки прошлого российского главы Симферополя Игоря Лукашева ситуация с дорогами особо не изменилась. Точка зрения. Качество дорожных работ даже стало хуже, потому что Лукашев и Нахлупин, арестованный, так сказать, они больше контролировали ситуацию с подрядчиками, и был жестче контроль. Сейчас ведутся работы с нарушением технологий, с нарушением погодных условий. Используются стройматериалы низкого качества. Даже порой заменяются землей, длинной, непонятно каким-то строительным мусором. На это все укладывается асфальт. Осваиваются бешеные суммы. Никто не реагирует на жалобы людей. Там же рапортует о готовности 80-90%. Уже на улице морозы. Сроки переносится. Какая укладка асфальта может быть в морозы? Россия стала страной рапортов и отчетов. Надо, главное, отчитаться, красиво заявить о качестве. То, что люди будут расхлебывать, то, что уже на новых дорогах, которые были сделаны с нарушениями, уже скапливается вода, уже лужи, уже невозможно проехать, обойти этот участок. Потому что ливневку забыли уложить, там забыли уложить щебенку, уже все просело. Вот такие нарушения по всей местности. А это миллионы денег, миллионы федеральных денег. И куда они идут, и контроли. И никто не наказан, что всегда обидно для граждан. Точка зрения. Это был руководитель общественного объединения Ассоциации общественности Симферополя Сергей Дудченко. А вот подрядчик Евгений Прокопенко рассказал Первому Крымскому каналу, что некоторые улицы города уже заканчивают ремонтировать. И завершаем объект. Поэтому остается у нас 230 метров покрытия. Весь бордюрный канал. Камень уже выставлен. В принципе, в срок мы укладываемся. А еще один подрядчик Артем Некцаканян говорит, что местами пришлось заменить множество коммуникаций. Здесь очень много коммуникаций, переносов сетей. Мы здесь сделали перенос газоснабжения, электроснабжения, слаботочных сетей, канализация, ливневка. Также журналисты Первого Крымского канала опросили и водителей, что они думают относительно ремонта дорог. По поводу ремонта дороги, как относитесь с пониманием? Запарила уже два месяца. Опаздываю. Неудобно. Ну, надеюсь, будет лучше. Но главное терпение напастись. Ну и что думают по поводу ремонта пешехода? Терпим-потерпим. Дай бог сделают. Очень сложно, как пешеходу. Должен город процветать, становиться лучше. Это радио Крым-реалий. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, Twitter, предлагайте свои темы, программы. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Крым-реалий. Крымского в мире радио Крым-реалий. Если вы только что присоединились к нашему эфиру, напомним, что Наталья Маленко, временно исполняющая полномочия главы российской администрации Зеферополя, сообщает, что с 10 по 20 декабря будут прием работ по капитальному ремонту дорог в Крыму и в крымской столице в частности. И в связи с этим, несмотря на нулевую температуру, несмотря на мокрый снег, рабочие продолжают укладывать асфальт, местами нарушая технологии. По мнению крымского активиста Сергея Акимова, это такой дембельский аккорд. Деньги есть, их надо освоить, и поэтому, невзирая на снег и дождь, асфальт все равно будут класть. А будет ли после этого кто-то отвечать? Не будет после этого кто-то отвечать. Это нынешнюю российскую власть не волнует. С нами на связи Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Вот теперь я хотел бы поставить вопрос и относительно Украины в целом. Есть ли в Украине такая, на наш взгляд, не совсем правильная, может быть, манера ведения дел, когда выделяются деньги до конца года, и если их надо освоить там к концу декабря, то, невзирая на погодные условия, дорожные работы будут проводиться в декабре прямо в снег. И точка, потому что деньги надо освоить. Или в Украине все-таки полегче с этим в последние годы стало? Прецедентов довольно много, особенно после того, как была проведена децентрализация управления дорожной отраслью, и деньги на ремонт дорог получили местные органы власти и органы местного самоуправления. К сожалению, таких случаев фиксируется довольно много, когда в ненадлежащих погодных условиях компании проводят работы по укладке асфальта. Что касается Крыма, то там ситуация все-таки попроще, поскольку погодные условия там гораздо более мягкие, чем в остальных регионах Украины. И если нет осадков, то, в принципе, дорожные работы можно проводить почти круглогодично. Это регулируется все государственными стандартами и государственными строительными нормами. Там четко зафиксировано, в каких условиях можно проводить дорожные работы, в каких условиях это недопустимо. Тогда почему же, вот вы как говорите, все чаще и чаще наблюдается, что местная власть продолжает класть асфальт на дороге, даже если там снег, который наверняка в эти стандарты не вписывается? Ну, чиновники просто идут умышленно на нарушение норм стандартов, которые есть в стране. Хорошо. А зачем им это нужно? Вот что нужно понять нашим слушателям. Зачем чиновникам нужно класть... Ну, вернее, не чиновникам. Зачем чиновникам нужно, чтобы рабочие клали асфальт в декабре под снегом? Это связано с какими-то конкретными деньгами? Ну, как правило, асфальт кладут же не чиновники. Асфальт кладут подрядные компании. Поскольку у нас в стране государственных компаний, которые занимаются ремонтом дорог, нет. Это все частные подрядчики делают. Соответственно, органы власти заключают договор на выполнение тех или иных работ. То есть это простая закупка услуги по ремонту дороги. А подрядчик, если он не укладывается в сроки, идет на нарушение. Потому обвинять органы власти здесь абсолютно некорректно. То есть тут проблема органов власти только в том, что они не надлежащим способом контролируют подрядчиков. Если такие случаи зафиксированы. Но повторюсь, что подрядчики исключительно частные. Ага. А есть какой-нибудь в Украине действенный механизм по контролю качества того, как эти дороги делаются? То есть не так, чтобы просто на глазок приняли, есть асфальт, нет асфальты, разошлись, а потом снег сходит и вместе с снегом сходит асфальт. Или потом едут грузовики и колея остается. Или на самом деле каждый орган местной власти по собственной инициативе принимает решение. Хорошая дорога, плохая дорога. Действует контроль со стороны заказчика работ, кто эти работы заказывает. Более того, есть разные виды ремонтов. Если мы говорим, например, о капитальных ремонтах, о средних ремонтах, то такие случаи фиксируются редко. Что касается ямочного ремонта, то это ремонт, который призван обеспечить проезд по той или иной дороге, которая давно нуждается в капитальном ремонте, но из-за недостатка средств она не может быть капитально отремонтирована. Потому ямочный ремонт проводится на таких дорогах. Но, как правило, ямочный ремонт это очень легкий ремонт, который просто обеспечивает проезд и ликвидирует аварийную ямочность. Смотрите, тут у нас крымские активисты высказывают определенную, ну, скепсис назовем это так, относительно того, как можно контролировать качество дорог, если оно не надлежащее, то никого, по их словам, там нельзя привлечь к ответственности, потому что сегодня один мэр, грудоначальник, начальник там какого-нибудь управления, завтра его сменили и спрашивать не с кого. Вот в Украине в целом есть, во-первых, механизм привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков, и если да, то как он работает? А если нет, то почему его нет? В подрядчика можно привлечь, если будет зафиксирован случай нарушения действующих стандартов. И, в принципе, такие случаи фиксируются как в Украине, так и на территории Крыма. То есть, что если подрядчик некачественно выполняет работы, то с ним расторгается договор, и он больше не допускается к государственным закупкам по ремонтным работам на автомобильных дорогах. А кто должен вот это вот ненадлежащее, ну, ненадлежащее исполнение подрядчикам своих обязанностей выполнить? Это местная власть должна проконтролировать? Нет ли тут тогда какого-нибудь конфликта интереса? Местная власть заказывает, и местная власть контролирует? Или есть независимый орган? Нет. Что касается конфликта, нет. Если вы дома делаете ремонт, то вы являетесь заказчиком, и вы же контролируете, как у вас дома делают ремонт. Это нормально, и так действует во всех европейских странах. Никакого конфликта интереса в данном случае нет. Я думаю, что вы не хотите заказывать ремонт у себя в квартире, и чтобы какой-то сосед приходил и говорил, хорошо ли у вас ремонт сделан или нет. А ваше мнение никто слушать не будет. Но это вполне резонное замечание. Идем дальше. Многие из тех, с кем мы говорили относительно дорог, утверждают, что класть асфальт в декабре заставляет такая особенность, что к концу года надо освоить деньги, которые уже выделены, а если их не освоить, то там будут потом трудности. Это что касается Крыма. В Украине тоже надо к декабрю сдать, потому что заканчивается финансовый год? Или это не обязательно? Ни в Украине, ни на территории Крыма такой проблемы нет, поскольку те средства, которые выделяются на дороге, это деньги специального фонда бюджета, и к концу года они никуда не исчезают, и их спокойно можно осваивать весной уже после того, как сезон это позволяет. Просто обращаю внимание, что в Крыму очень теплые погодные условия, и зачастую там ремонтный сезон может продолжаться круглый год. Особенно на южном побережье Крыма, где осадки бывают очень редко. Хорошо. И последний к вам вопрос. По вашему мнению, по вашим прогнозам, может ли в Украине настать такой день, если да, то когда, когда основные дороги будут отремонтированы, пусть там не капитально, но может быть средне, или этот процесс никогда не закончится, и такого дня не настанет, и ремонт будет продолжаться постоянно? Все будет зависеть от объема финансирования ремонтных работ. В Украине сейчас 95% дорог эксплуатируются сверх установленных нормативов. То есть это те дороги, которые должны были капитально быть отремонтированы еще десятилетия назад, но из-за того, что государство не выделяло должных средств на ремонт, эксплуатация этих дорог продолжается. В последние годы объем ремонтов увеличился существенно, но этого еще недостаточно, чтобы все дороги можно было отремонтировать и привести в надлежащее состояние. Что ж, огромное вам спасибо за ваши комментарии. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Это радио Крымреалии. У микрофона для вас все это время родил Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова